Узнать информацию о положениях команд, на которых мы будем судить. И также сделать информацию о командах, так сказать, скаутинг. Что нам помогает сделать скаутинг? Это очень статистический подбор, видеонарезка команд, которая играет в нашей игре. Это очень популярно в международном опыте. У нас, я надеюсь, тоже будет популярно. Что нам помогает скаутинг в командах? Это статистика игры. Во-первых, у нас много команд. Статистика игры. Все вы знаете, что она есть в интернете. Перед тем, как поехать на игры, которые мы можем залезть в интернет и посмотреть, как сыграли последние или как сыграли несколько предыдущих игр в нашей команде. Но статистики, вы сами понимаете, что мы можем посмотреть. Количество трехочков, например, проскоп, сколько игроки делают подборы, как команды между друг другом сыграли предыдущие игры и так далее. Сколько ошибок делают, потери. Могу вам привести пример скаутинга команд перед играми. То есть делается видео клипы про то, как играется команда. Могу вам показать несколько примеров буквально, чтобы вы поняли, о чем речь. Например, сейчас следующая моя игра «Автодор». То есть еще раз пройдусь. Мы связались с коллегами. Я посмотрел, как «Автодор» на каком сейчас определенном положении. Посмотрел, как они сыграли предыдущую игру, например, с «Краснодаром». Посмотрел, кто у них лидер. Узнал также, есть ли какие-то травмированные игроки. Это игра первой части подготовки к этой игре. И можно составить, если, например, я включил, то не обязательно включил. Можно разделить эту позицию на троих. Например, ты, Петр, сегодня делаешь скаутник «Автодор», а ты, Михаил, сегодня делаешь скаутник «Краснодар». И когда вы встречаетесь, вы можете показывать друг друга. Предположим, этот клип о том, как «Автодор» играет. Все знают, что он играет очень быстро в баскетбол. Я пару клипов сделал, как они завершают атаки после подбора. Двется подбор, буквально 1-2 секунды, и мяч уже переведен под другое кольцо. То есть это сигнал о том, что новому ведущему арбитру надо быть готовым, если он вовремя прибежать под кольцо, и также, конечно, центральный матрейл тоже это контролирует. Следующий клип тоже про эту же команду, про «Автодор». Тоже посмотрите, сколько они время тратят на переход от защиты к нападению. Буквально это получается 3-4 секунды. Это особенности игры команды «Автодор». Завтра может быть другая команда. Следующий клип также связан с «Автодором», раз у меня, например, будет игра «Автодору», как они играют на падение, какие они ставят заслоны, потому что это тоже очень важно знать. Очень важно знать, какие комбинации делают, какая союзность игроков именно при выходе из заслона. Например, «Автодор» очень любит двойной заслон, например. Очень часто они делают в игре, когда двоя игрока стоят, и там получается просох, проходит. То есть такие нюансы, они вложены, и также можно сделать такие клипы и на предматчевом освещении об этом сказать. Соответственно, еще когда мы делаем «Скауфинг» команд, вот о чем я говорил, мы должны знать особенности игры, схему защиты. Не должны знать, а желательно это знать. Схема защиты – основные взаимодействия нападения. И так очень важный фактор, я знаю, что мы в России это сильно пользуемся, это информация от коллег. Можно также у коллег, которых судили в предыдущие игры, узнать информацию об этой команде, которую нам предстоит судить. Теперь «Скауфинг» игроков, индивидуальных игроков. У нас есть лидеры команд, их надо знать обязательно. У нас есть наиболее характерные перемещения игроков. Нужно тоже это полезно от левша или проща. Нужно знать хитрости этих игроков. Я думаю, что мы многие знаем, мы к ним подготовили. Знаем, что этот игрок любит флот, этот игрок любит ставить неправильно заслоны, другой любит как-то по-другому обманывать судей. И также нужно знать проблематичных игроков в плане горизонатыбовских голов. У нас очень есть частные игроки, встречаются, которые в каждой игре выставляют локти, вызывают чрезмерный контакт, особенно при игре без мяча. Об этом нужно знать желательно до игры, до приезда. И также можно использовать информацию для коллег. Сейчас я вам тоже покажу несколько климов, они касаются индивидуальных действий игроков. Индивидуальных действий. На примере климов, когда игрок собирает свою команду, или кто-то из вас, показывает, что вот этот игрок, предыдущий клим, играет так и я. Сейчас речь будет о карауле. Предположим, мы готовимся к игре, не знаю, как он будет играть, предположим, мы будут ревгей продолжать играть, мы готовимся к игре, которая будет связана игра с ревдором. Мы знаем проблематичного игрока, ревгей, это караул. Все ревегаты, наверное, я думаю, что все знают, что он ставит очень часто грязные заслоны и очень часто поворачивается и размахивает локтями, особенно при заблоке. Можно сделать пару климов, это показать, а предмочил совещать. Это его характерная игра, когда он успевает занять позицию, выставляет широко, выставляет. Один из примеров. Следующий связан с его чрезмерными игрой, размахивания локтями. Тоже пример из игры. Нет, это не то. Это связано, давайте, это связано с индивидуальными действиями. Также пример другой. У нас есть такой проблем. У нас их много проблем. Я делаю только них перехол, в такой же пример Сахалин. Все знают, что он такой знаменитый у нас в России флотин. Тоже можно сделать несколько снимков, ой, не снимков, видео, и показать это на совещании с судьбами. Буквально три грипа снимки. Это сразу звону для того, что мы должны контролировать действия этого игрока. Вот еще раз снимки. Вот уже третий гриб. Нет, вот уже 63-й, просто за ним смотрите и все. Смотрите за ним дальше. То есть, видите, игра без меща с этим игроком очень важна. Таких игроков много, не индивидуально. Я сам постараюсь показать еще один гриб. А можно еще раз показать? И его если поедем. Караулов, вот, и мне не удалось его загрузить. Помните, караулов у нас проблема была в том, что он ставит заслон неправильно? И вот еще одна проблема, наиболее явная, которую практически делают в каждой игре. Отлично. Ты через велосипед, Леша, откроешь? Жалко, хороший клип. Ты можешь что-то играть. Можете? Попробуем. Просто характерно, этот клип как играет в караулов. Какой-то шанс в формойке, где там диск. Какой-то шанс. А, ты сегодня вон. Где мы? Краунки, там онлайли. Все... Все... Субтитры делал DimaTorzok 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 Другие следующие читатели прибытие зал опять у нас есть обязанности по регламенту каждый зал имеет свою специфику особенности в первый раз в этом сезоне к приеду надо на него посмотреть что изменилось какое оборудование какие размер даже если мы не только первый раз так и сразу это надо проверить особенно вначале начале сезона специфика игрового зала как располагается стойки где-то было сколько оборудовать оборудуем 24 время особенно в начале сезона очень важный момент я считаю что это виноват и комиссар частости виноваты что когда мы стоим на презентации команд перед презентации команд часто мы не знаем команда комиссар говорит все нормально как обычно за 7 минут оказывается что команда расписание которые до которых судья не довели что за 10 минут то есть когда мы приезжаем и начинаем игру мы должны знать процедуру представления команд очень важно сказать на нее зависит и ваша физическая как получается подготовка перед игрой и чтобы не было такого что вам надо его требовать от комиссара теперь пошла сама предыгровая беседа которую я еще раз говорю что лучше всего делать днем или после завтрака а в раздевалке просто напомнить несколько наиболее важных моментов перед игрой на что бы я обратил внимание если коротко сказать предыгровой беседе внутри нашей команды обговорить все особые ситуации которые связаны с драками которые связаны с временем контроль игры контроль игры без мяча критерий критерий контактов механику то есть быстренько пройтись по механике позиции 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 ведущего центрального ведомого основные обязательно нужно знать во всех изменениях последний для этого кстати я думаю что учебные методические учебные методические команды каждого вам в этом поможет переводить или переводить материал и отсылать вам основные аспекты полина на помощь кросс просто это сша в другую сторону поздно постоять ближе к счету под счетом ротаться активный центр эти моменты можно обязательно говорит каждый зона ответственности партнеров второстепенные зоны партнеров помощь партнеров взаимодействие командная работа связь комиссара секретарский столик обязательно знаю кто сидит на 24 кто сидит на времени обговорить комиссаром какая будет у вас коммуникация во время игры кто-то будет парить показывать вот эти моменты можно отговаривать и это очень очень полезно для формирования команды в команде у нас четыре человека может быть и пятый там спектр также помните критерия баланс скорость помните об этих новых рекомендациях если игрок не потерял мячик не потерял баланс не упал и прошел дальше пропускаем этого игрока и об этом тоже обговорить перед игрой еще раз изменения в правилах мы должны знать обязательно должны знать немножко такого чтобы мы вышли на площадку и не знали новые изменения правил то что я сейчас помню я вам могу сказать два изменения это вот когда лёша говорил про две минуты последние то есть у нас сейчас выключается мячик последний выключается время последние две минуты когда мячик прошел сетку они уже где-то есть может кто-то не знает раньше у нас было мяч упал тарикса пол там взял сейчас как мяч прошел сетку и сразу же выключается включается и также у нас появился новый сигнал нового предупреждения потому что вы видели предупреждение вот это сам показ технического пола это захлопит запомнил где-то можно этого нет этого нет это я вам говорю опять же ведь выходя завтра на игрок нельзя не выйти и не знать об этом это где есть у меня весит сноска правда этого нет федора можно довести я еще раз говорю что выходя на площадку не может быть такого чтобы судья не знал новые изменения жесток правил мы должны как бы вот для этого я учебно-методичная комиссия надеюсь что нам поможет очень сильно что он сын не они тоже это надо вести все правильно а то что я сам встречал в играх и то что я хотел бы на вас донести предыгровая беседа инсуируется старше судей если старший судья не начинает коллеги подталкивают не сидят и молчат раз ее нету значит и нету предыгровой беседы второй-третий коллега может подтолкнуть примером каким-то вопросом чтобы этот диалог перед игрой обязательно состоялся и еще второе должно быть беседа а не монологу старшего судеба все должны трое участвовать как бы предыгровой беседе я считаю что во время таймала все втроем должны участвовать в этой беседе цель этой предыгровой беседы создание формирование команды подготовки к игре иметь стратегию на игру знать как действовать при любой ситуации это возможно это лучше возможно когда вы не подготовить теперь вам в помощь я думаю что у многих есть есть такое предложение типус я который сейчас на экране там есть все изменения в правилах там есть сам сам порт на котором можно двигать рисовать вы можете перевести на русский язык если интерпретация вся механика вот если вам нужно а вот называется рэп и джейси вот прям вот это в любом вот так выбираете в любом apple story или андроиде а это платно? нет для казани это платно по-моему она кстати очень Владимир Дмитриевич если я правильно помню твой рекламент но комиссар окажут присутствовать в предыдущем да в рекламенте есть если нет но я считаю что это хорошее я считаю что это хорошее практика чтобы комиссар не до и после я могу дальше идти дальше у нас уже происходит разминка подготовки к игре просто несколько стандартных процессов подготовить тело и мысли к игровым нагрузкам у нас есть раздевалка у нас есть коридор у нас есть 20 минут перед игрой для того чтобы это сделать растяжка разогревающие упражнения в зале бег с увеличением темпы ускорения и так далее кстати на сайте рфб есть методика мирового фиба по поводу разминки перед игрой на русском? на русском? нет нет в английском и мой совет не забывайте после игры заминку я ее стараюсь практически всегда делать потому что ну это часть спортивной жизни теперь у нас есть игры когда мы живем в этом городе игры чемпионата россии или феверства россии когда мы живем в этом городе и в своем городе судим по возможности приехать на обед или на чашечку кофе там с партнерами если есть такая возможность опять же это хорошо для формирования команды зал лучше приехать пораньше потому что если особенно днем не виделись то соответственно может быть часа будет мало если мы живем в этом городе в этом городе лучше приехать за полтора часа используйте оставшееся время для подготовки к игре какие есть вопросы потому что я сейчас сказал вопросы или пожелания тогда я вам сейчас есть? ну отлично я вам сейчас покажу один пример подготовки к игре NBA-шных арбитров это одна как то что сейчас вы видите это у них нормальный рабочий процесс перед каждой игрой а у некоторых этих игр за сезон порядка 90 сейчас попробую что сделаем он на английском языке но там вроде ничего сложного нет а знаешь еще какая проблема мы с этого включаем а? ну сейчас уже ладно а вообще не включаем свет можно выключить? слышно? нет? нет нет ну ладно пусть так как раз принесите можно так же выкручивать? ну так как бы или нет? почему вы встали? я на пол нет 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok